Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И хотелось бы поговорить о такой теме, как кустарники, которые максимально украсят ваш сад осенью. Наступила пора осенних распродаж в садовых центрах. И самое время запастись чем-то новым, и обогатить свой сад, чтобы любоваться уходящей осенней красотой в своем саду. Я хотела бы рассказать всего про 8 кустарников, но эти кустарники действительно должны вам понравиться. Первый из них – это всем известная калина обыкновенная. Это растение нашей зоны. Все вы его наверняка видели неоднократно. И, возможно, выращиваете у себя в саду. У калины есть множество декоративных форм, отличающихся окраской листьев. У нее есть золотистолистная форма, пестролистная форма. Есть у нее компактная форма, которая отличается маленькой высотой, которая не превышает полутора метров. Как правило, у этой формы очень маленькие листочки, и плоды мелкие или их вообще нет. Есть очень интересная золотисто-ягодная форма калины обыкновенной. Она тоже украсит ваш сад осенью. А вот очень распространенная и любимая многими калина бульденеш, это стерильная форма калины, она, к сожалению, в саду осенью не проявит себя во всей красе, поскольку она крашивает свои листья достаточно поздно, и чаще всего лист у нее падает зеленым. Ну и кроме того, поскольку это стерильная форма, не имеющая плодущих цветков, она не завязывает плодов, она бесплодная, она отцветает, не давая никаких ягод. Второе растение, которое также отлично зимует во всех климатических зонах умеренного пояса, это лобчатка кустарниковая. Чаще всего приходится слышать отзывы, что это растение недостаточно красивое. Ребята, это очень красивое растение, но у него есть свой сезон, и этот сезон осень. Поскольку летом лобчатка кустарниковая образует очень много цветков, но они недолговечные, быстро осыпаются, она выглядит не очень красиво. Кроме того, очень многие сорта лобчатки кустарниковой, бело-цветковой, розово-цветковой, при жаре приобретают очень некрасивый, грязный, такой сиренево-красный оттенок. Самыми красивыми являются обычные желтые лобчатки кустарниковые. Это самая красивая лобчатка для осени. Это невысокий кустарник. Кроме того, это растение имеет лекарственное свойство. Оно используется для лечения заболеваний кишечника, желудка, веточек и листвы лобчатки кустарниковой. Они заваривают чай, который используется при расстройствах желудка. Следующее растение, которое поможет украсить ваш сад осенью, это бересклет. Очень много видов бересклета встречается на территории бывшего Советского Союза. Но наиболее эффектным из них является бересклет сахалинский. Весною это растение не привлекает к себе никакого внимания, поскольку это просто обычный высокий достаточно кустарник с достаточно крупными, но простыми по форме листьями. Однако осенью это растение просто является изюминкой вашего сада. Коробочки семенные, они сначала имеют такой малиново-розовый цвет, в них висят оранжевые костяночки. Потом, когда костянки высыпаются, коробочки эти не осыпаются, и они приобретают такой бордово-вишневый цвет. И сама листва этого бересклета окрашивается после первых заморозков в розовые, малиновые тона. Это очень красивое растение, и если площадь вашего участка позволяет, я рекомендую обязательно его у себя на участке посадить. Но если у вас недостаточно большой участок, то, конечно, можно ограничиться менее габаритными видами бересклетов. Например, есть компактные формы у бересклета европейского, который тоже достаточно красив в осеннее время. У него окрашивается красиво листва, и чуть более мелкие семенные коробочки, но тоже очень эффектные. Они такие малиново-розовенькие, с оранжевыми семенами. Также можно выращивать бересклет крылатый, бересклет священный. Практически все виды бересклетов имеют очень интересную, именно осеннюю внешность, и вызывают всегда очень большое количество вопросов у тех, кто встречается с этим растением впервые. Но следует помнить, что все виды бересклетов имеют достаточно ядовитые плоды. Конечно, маловероятно, что вы захотите их попробовать на вкус, но стоит помнить об этом, если у вас есть маленькие дети. То есть это красивое растение, но для тех, кто уже взрослый, кто уже отдает отчет своим поступкам. Следующее растение, которое стремительно завоевывает популярность, и которое по праву является изюминкой нашего сада осенью, это гортензия метельчатая. Это то из немногих растений, которые прекрасны и в дикорастущем виде. Видовая гортензия метельчатая, она достаточно крупная, и у нее в соцветии представлены как стерильные, так и плодущие цветки. Это растение является хорошим медоносом. Но современные сорта гортензии метельчатые, среди которых есть и полностью стерильные формы, есть и сорта, у которых сочетаются в соцветии и плодущие, и стерильные цветки, они, конечно, отличаются меньшим ростом, но зато они более эффектные. Существует сейчас огромное количество сортов гортензии метельчатой, и, в принципе, большинство из них отлично себя чувствуют на всей территории умеренной зоны, вплоть до Казахстана. Следующим кустарником, про который мне хотелось бы рассказать, будет барбариста Унберга. Известно очень много видов барбарисов, которые произрастают на территории бывшего Советского Союза. В европейской части это барбарис обыкновенный, он чаще всего встречается. И очень часто ошибочно на многих питомниках и у многих любителей такое существует понятие, что барбарис Тунберга – это пурпурно-листная форма барбариса обыкновенного. Так вот это не так. Барбарис Тунберга – это отдельный вид. Он отличается от барбариса обыкновенного меньшими размерами, округлым листочком с цельным краем и меньшими колючками. У барбариса Тунберга колючек в пучке обычно 1-2, а у барбариса обыкновенного большой пучок крупных колючек, и у него насчитывается в пучке от 3 до 5 колючек. Кроме того, у барбариса Тунберга плоды более кожистые, сухие, и сохраняют декоративность на кусте практически всю зиму. Их неохотно склевывают птицы, поскольку они не очень вкусные. А барбарис обыкновенный отличается вкусными, сочными плодами. Ну, как вкусными? Достаточно кислыми, но сочными плодами. И они находятся в больших, достаточно крупных кистях, длиной до 5-7 см. И птицы, конечно, отдают предпочтение кистям барбариса обыкновенного. Но сегодня, в общем-то, наш рассказ о барбарисе Тунберга. Это растение за свою исключительную неприхотливость, кроме того, устойчивость к различным заболеваниям, среди которых ржавчина и мучнистая роса. Это заболевания, которые особенно часто повреждают барбарис обыкновенный. Оно получило широкое распространение. И сейчас многие промышленные питомники используют этот вид в селекционной работе. И появилось большое количество сортов барбариса Тунберга. Они отличаются, как правило, окраской листьев, высотой куста и формой куста. Если вы живете в суровой континентальной зоне умеренного климата, то вам больше внимания следует обратить на сорта с различной окраской листвы. Поскольку форма кроны при суровой зимовке может нарушаться, могут подмерзать растения частично. Хотя барбарис Тунберга достаточно устойчив, но в суровую зиму у него недостаточно древесневшая древесина может подмерзать. Это касается прямостоячих форм, у которых высоко вверх направленные побеги. Как правило, компактные формы хорошо зимуют в любом климате. И небольшой бонус – это растения, которые будут хорошо себя чувствовать не у всех на участке, к сожалению. Это растения, которые успешно можно выращивать на территории Белоруссии. Это растения, которые хорошо себя чувствуют в центральной части России, в южной части России, а также на Украине. Это растения, которые происходят из более теплого климата. И наиболее интересным, на мой взгляд, из них является гомомелис виргинский. Это растение за свой необычный внешний вид и за сходство небольшое с лещиной обыкновенной получило у американских переселенцев название «Ведьмин орех». Действительно, это очень удивительное, необычное растение. Цветет оно поздно осенью, и нежные вот эти пауковидные цветочки имеют приятный запах. Ну, не всем он приятен, но он достаточно интересный. Он несколько напоминает запах резиды. Завязываются после опыления небольшие плодики, семена в которых созревают на следующую осень. Растение это, к сожалению, не часто бывает в продаже, но если вам посчастливится найти его, и у вас на участке есть достаточное место, поскольку растение это крупное, достигает высоту 4-5 метров, но, правда, по протяжении очень большого времени, то я рекомендую все-таки посадить у себя это растение. Оно необыкновенное. Кроме того, очень эффектно выглядит более часто встречающаяся в продаже керия японская, особенно ее махровая форма. Это растение Дальнего Востока и Японии. Японцы называют ее водяной розой, поскольку в природе керия чаще всего встречается возле берегов ручьев. Это растение прекрасно не только осенью, когда наступает вторая волна его цветения, но это растение также очень красиво в течение зимы, поскольку ярко-зеленые побеги керии очень красиво выглядят на фоне снега. И еще один вид кустарников, который может украсить ваш сад на протяжении всего сезона, но также осенью он особенно прекрасен, это кизильный горизонтальный. Кустарник этот достаточно часто встречается в продаже. Он имеет необычно приятный габитус, он достаточно распластанный, не зря он называется горизонтальный. У него мелкая кожистая листва, которая после заморозков окрашивается в пурпурные тона. И кроме того, у него созревают осенью такие красненькие небольшие яблочки, которые в отдельные годы очень плотно улепливают веточки и сохраняются они до первого серьезного мороза. Они выглядят очень красиво. Конечно, с наступлением морозов их красная краска теряется, но все равно это очень красивый кустарник, который имеет смысл посадить у себя на участке. Кроме того, кроме кизильника горизонтального можно использовать другие виды кизильников полувечно-зеленых. Это кизильник даммера, это кизильник мелколистный, это кизильник ложечницы листный. Они гораздо реже встречаются в продаже, но тоже очень декоративны и схожи по внешнему виду с кизильником горизонтальным. На этом я бы хотела с вами распрощаться. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Буду рада ответить на ваши вопросы в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова